Суд Москвы вынес решение по иску Русфонда к родственникам певицы Жанны Фриске. Судья постановил удовлетворить требования фонда о возврате остальной части выделенных на лечение певицы денег. Это 21,6 миллиона рублей. Цитирую. Исковые требования удовлетворить, взыскать солидарно с троих ответчиков папы-мамы Платона Шепелева 21,633 миллиона рублей. Озвучили в суде. Разбирательство из-за собранных на лечение Жанны Фриске денег продолжается уже около года. А в Русфонде заявили, что после смерти певицы ее семья отказалась подтвердить, что все деньги, а именно 25 миллионов рублей, были направлены на ее лечение. По данным фонда, на эти цели пошло только 4,12 миллиона рублей. Куда делятся остальные деньги, непонятно. Там сейчас идут обоюдные обвинения. Шепелев обвиняет родителей, родителей Шепелева. Но, кстати, имеются расписки. И Шепелев предлагал через своих юридических представителей в суду сделать исследование почерка, который, по словам родителей Фриске, принадлежит Жанне. Ведь именно она делала расписки и выделяла деньги. Но почему-то суд сейчас отклонил требования Шепелева. Напомню, Жанна Фриске стала известна в 90-х годах благодаря участию в группе «Блестящие». В 2003 году она начала сольную карьеру. Певица, к сожалению, ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком. Ну, кроме судебных тяжб с фондом, длятся также судебные тяжбы по поводу того, что Дмитрий Шепелев не дает возможности родителям и сестре Фриске видеться с ее сыном Платоном. Вот так вот счет память певицы в судах. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте новости в мире. Так что... Продолжение следует...